Давайте рассмотрим следующую задачу на движение под действием силы тяжести. Пускай у нас камень бросают с какой-то начальной скоростью v под каким-то неизвестным углом a. Камень требуется, чтобы камень попал на определенную высоту h, находящуюся на расстоянии l от точки бросания. Причем необходимо, чтобы скорость v была бы минимальна. Поэтому требуется определить угол, под которым требуется бросить камень, и саму величину этой минимальной скорости. Итак, v минимальна, требуется найти альфа и саму эту скорость, при которой достигается минимум. Давайте рассмотрим движение камня. Введем координату y и координату x в систему координат. Нам необходимо, чтобы траектория проходила через данную точку. Ну и построим зависимость y от x. Давайте запишем выражения основные, которые относятся к этой системе. Так, здесь зададим v с ноликом, пускай будет отличаться от текущего v, которое у нас будет использоваться. Итак, x будет равно v0 кусинус альфа умножить на t. y равно v0 кусинус альфа минус g т квадрат пополам. Нам необходимо, чтобы траектория проходила через вот эту вот заданную точку с координатами l и h. То есть в момент времени t, l равно v0 кусинус альфа t, а h равно v0 кусинус альфа t минус g т квадрат на 2. Из первого уравнения легко найти момент времени t. l делить на v0 кусинус альфа. подставив во второе уравнение, получим, что h равно v0 кусинус альфа минус g т квадрат. l квадрат делить на 2, v0 кусинус в квадрате альфа. Ну и в первом члене v0 кусинус альфа сокращается. Немножко преобразуем полученное выражение. синус альфа делить на косинус альфа это тангенс альфа. Получим l тангенс альфа минус g l квадрат делить на 2, v0 в квадрате. И единицу на косинус в квадрат можно представить также в виде тангенса угла альфа. И чтобы у нас была одна единственная функция. Это единица плюс тангенс в квадрате альфа. В это выражение входят две неизвестные величины альфа и v0. Давайте выразим, нам нужно найти условие при котором v0 будет минимально. Давайте выразим одну из них. Например, выразим тангенс альфа из этого выражения. Относительно тангенс альфа выражение является квадратным. Уравнение квадратное. Запишем. Тангенс квадрат альфа умножить на g l квадрат делить на 2, v0 в квадрате. минус тангенс альфа умножить на l. И плюс h плюс g l квадрат делить на 2. v0 в квадрате. И это все равно 0. Перенесли все члены в левую сторону. Запишем решение относительно тангенс. тангенс альфа равен минус l, то есть l плюс минус корень из l квадрат минус. Учетверенное произведение первого на второго. 4g l квадрат на 2, v0 квадрат умножить на h плюс g l квадрат на 2, v0 квадрат. деленное на 2a. Делить на 2a значит делить на g l квадрат делить на v с ноликом квадрат. Это выражение для тангенса угла. В этом выражении получаются 2 возможные значения для тангенса угла альфа. То есть для того угла, который мы можем получить. Одно немножко побольше соответствует знаку плюс. Другое поменьше, которое соответствует знаку минус. Если у нас есть вот эта вот система, меньшее значение угла будет соответствовать более пологой траектории, а большее значение угла будет соответствовать такой вот навесной траектории, при которой камень падает сверху. И в том и в другом случае у нас имеется некий избыток энергии. В первом случае мы бросаем с очень большой скоростью для того, чтобы попасть в эту точку. Во втором случае скорость такая же, но траектория у нас идет через верх. Каждая из этих траекторий двух не является оптимальной траекторией. Для того, чтобы траектория была бы наилучшей, нам необходимо, чтобы, если мы будем постепенно уменьшать скорость, нам необходимо будет приподнимать вот эту вот настильную траекторию или же постепенно опускать траекторию навесной. Если бы скорость у нас была бесконечно большой, очень большой, мы могли бы стрелять практически по прямой. Ну или же, соответственно, стрелять высоко-высоко вверх, и через верх она бы попадала в точку высокого. Или камень должен был бы лететь очень высоко. Постепенно уменьшая скорость, мы будем стремиться к той траектории, которая является наилучшей, наиболее эффективной. Вот этой вот, которая, собственно, является искомой. Для этой траектории корень будет обращаться в ноль, и тангенс альфа будет одним-единственным. То есть это будет то единственное выражение, при котором вот эта вот пологая траектория и навесная траектория сольются в одну общую. То есть условие будет таким. Л квадрат равно, здесь можно двойку сократить, 2GL квадрат делить на V нулевое в квадрате умножить на скобку H плюс GL квадрат делить на 2V с ноликом. Сокращаем. И это уже уравнение относительно V с ноликом. Мне кое-что придется стереть. Давайте перепишем это уравнение. О. 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 Можно домножить на 2, домножить на V с ноликом, ну и даже домножить на 2G. В результате домножения получим... Так, ну давайте сразу это сделаем. V0 в четвертой степени. V0 в четвертой степени равно 2GH плюс G квадрат L квадрат. И здесь еще на V0 в квадрате. V0 в квадрате. Это V квадратное уравнение относительно V с ноликом. В. Поэтому V0 в четвертой минус 2GH V0 квадрат минус G квадрат L квадрат равно нулю. V0 в четвертой степени. G квадрат H квадрат минус на минус плюс G квадрат L квадрат. g можно вынести за скобку h плюс минус корень из h квадрат плюс l квадрат. Опять получилось два значения возможных. Однако с ноликом в квадрате это положительная величина. А корень квадратный из h квадрат плюс l квадрат величина больше, чем h. Соответственно, нам годится только один единственный знак плюс. Ну и окончательно извлекая корень, и учитывая, что v с ноликом также является положительной величиной, получим, что v ноликv равно корню квадратному из g на h плюс корень из h квадрат плюс l квадрат. Ну и теперь осталось найти соответствующий этому значению скорости угол. Поскольку мы искали скорость как точку, соответствующую вершине параболы для угла, тангенс альфа, подкоренное выражение у нас было бы равно нулю. И тангенс альфа, который соответствует этой скорости, будет иметь вид l делить на g l квадрат и умножить на v с ноликом в квадрате. l сокращаем. Получается v ноль квадрат делить на g l. Вот возможный способ решения этой задачи. Заметьте, что мы при этом, когда мы выписывали решение, нигде не использовали формулы, связанные с производной. В принципе, экстремальная задача, то есть наличие условий минимума, могло нам подсказать другой способ решения задачки. Выразить, получить выражение для скорости v с ноликом, а далее найти экстремум этого выражения по углу альфа. Если к тому моменту, когда задача предложена, школьники уже прошли теорию дифференциального уравнения и знают, что экстремум достигается при равенстве нулепроизводной, можно использовать второй способ нахождения, то есть путем взятия производной от v с ноликом и при равнивании ее к нулю. Производная здесь будет браться по тангенсу угла альфа, ну или по самому углу альфа. Если школьники этого не проходили, можно использовать тот способ, который только что был рассмотрен. к альтернативным способам решения было бы выписать уравнение для скорости v с ноликом. Восстановим то, что было здесь написано на этой доске. h равно l тангенс альфа минус g l квадрат делить на 2v0 квадрат на единица плюс тангенс квадрат альфа. и выражаем отсюда v с ноликом. получаем, что v0 квадрат равно g l квадрат единица плюс тангенс квадрат альфа делить на l 2l тангенс альфа минус h. Вот выражение для квадрата скорости вначале. Условие того, что у нас скорость будет минимальна, соответствует тому, что производная v0 в квадрате штрих по альфа будет равна нулю. Функция тангенса является монотонной функцией, монотонно возрастающей в пределах наших изменений альфа. Поэтому это эквивалентно тому, что v0 квадрат штрих по тангенс альфа тоже равен нулю. Ну и дальше уже не представляет сложности взять производную от вот этой функции, приравнять ее нулю. g, l квадрат и двойка – это величины постоянные. Тангенс альфа можно обозначить за x. И тогда будет условие, что 1 плюс x квадрат делить на lx минус h штрих по x равно 0. Вот это эквивалентные условия. Берем производную от дроби. Значит, производная от числителя – это 2x умножить на l на знаменатель, lx минус h минус производная от знаменателя, это l на числитель на единице плюс x в квадрате. Далее деленное на квадрат знаменателя, но поскольку у нас это все равно нулю, нас знаменатель не очень интересует. Мы можем положить, что числитель равен нулю. Числитель равен нулю. И отсюда мы получаем выражение для x. Здесь 2x квадрат l минус x квадрат l. Это будет x в квадрате умножить на l. минус 2x на h минус l. Так, здесь что-то не хватает. А, минус l, все верно. Минус l равно нулю. Решаем это уравнение относительно x. x будет равен... Опять, поскольку коэффициент четный, мы можем записывать решение для уравнения с четным коэффициентом. будет равно h плюс-минус корень из h квадрат минус произведение первого на последнее плюс l в квадрате. Ну, x в нашем случае это тангенс альфа. Тангенс альфа. Ну и вот мы его таким образом находим. Соответственно скорость будет найдена путем подстановки вот этого выражения вот сюда. Я думаю, что это уже техническое чисто действие, которое вы сможете сделать и самостоятельно, показав, что результаты, получающиеся предыдущим способом, и этим являются эквивалентными.